У иногородних медиков появилась крыша над головой. На улице Чапаева открылось общежитие для работников здравоохранения. Реконструкция длилась два года. Четырехэтажное общежитие рассчитано на 176 человек. Первые новоселы появились в апреле. Посмотреть, как им живется, приехал губернатор Михаил Минь. На первом этаже есть более такие бюджетные комнаты. Во всяком случае, как временное пристанище, на какой-то период времени, на период становления молодого человека, это вполне может служить для них опорой. Качество очень неплохое. Есть интернет, оптоволокно протянуто, энергосбережение неплохое, котлы регулируемые. На других этажах комнаты побольше и более комфортабельные. Марина и Роман сыграли свадьбу неделю назад. Она приехала из ШУ и работает операционной медсестрой в областной больнице. Пока комната в общежитии для молодоженов самый оптимальный вариант. Мы не купим пока. Пока нет такой возможности, чтобы купить квартиру примерно. Здесь нормально как бы. Для двоих как бы нормально. И цена, и все. Койко-место в общежитии стоит тысячу рублей. Плюс коммунальные услуги. Это дешевле, чем снимать квартиру. Удобен этот вариант для семейных пар с детьми. Для них предусмотрены две комнаты. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok